Следующая станция – театральная. С ее появлением жители смогут в кратчайшие сроки добраться от безымянки до культурного центра города. При этом существенно сократится интервал движения поездов с 15 до 5 минут. По прогнозам специалистов, после открытия станции снизится транспортная нагрузка и пассажиропоток увеличится не менее чем на 15%. Быстро и без пересадок будет немного потом. А пока во время проведения строительных работ жителям придется потерпеть временные неудобства. Обустройство шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках дорог. Уже сейчас перекрыта улица Галактионовская от Красноармейской до Вилоновской. Такие меры предприняли для того, чтобы обезопасить жителей города. Непростое решение, непростые. Но, поверьте, это стоит того, чтобы, будем говорить, любая стройка навсегда вызывает неудобства. Но 24-й год не за горами для того, чтобы пустить рабочее движение. По этому уже будем станции. Ну, естественно, и Алабинская должна быть полноценная станция, не челноком ходить туда-сюда. Для продолжения строительства метрополитена необходимо расселить граждан близлежащих домов. И это тоже вынужденная мера. Собственники жилья, которые отказываются от расселения, получат денежные компенсации. Им будет оказано бесплатное юридическое сопровождение. По умолчанию собственникам выделят квартиры. Областной Минстрой прорабатывает вопросы совместно с городской властью. Министерство строительства Самарской области поставило для себя и для своих подрядчиков задачу отдельно прорабатывать проблемы, возможности, рассматривать предложения от каждого участника, который попал в программу изъятия, подрасселения, подраспоряжения. В ближайшее время с каждым из участников встретятся, разъяснят, какие права, что положено, как произведена оценка. По оценке экспертов, 68 домов после строительства станции будет нельзя эксплуатировать, так как она окажет акустическое и вибрационное воздействие. Безусловно, большую часть домов постарались учесть под компенсацией сохранения. Среди них и 9 объектов культурного наследия. Эти дома будут сохранены, но перепрофилированное помещение из жилого перейдет в статус административно-хозяйственного. Новую 11-ю станцию метро планируют сдать и ввести в эксплуатацию в квартале 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Епифанов.